Итак, друзья, вот такая вот новость, Apple может анонсировать собственный поисковик в Январе. Блогер по имени Роберт Скоббл сообщает в Твиттере, что Apple работает над собственным поисковиком, анонс которого может состояться в Январе будущего года. Господин Скоббл поясняет, что информация частично основана на беседах с его источниками, а частично на собственных умозаключениях. Он утверждает, что это будет самый дорогой анонс продукта за все время. Запуск собственного поисковика сервиса от Apple имеет смысл по целому ряду причин. Основная из них это историческая конкуренция с Google и отсутствие альтернатив на рынке. Кроме того, судя по финансовой отчетности Alphabet, на поиск приходится самая значительная доля выручки компании. По итогу 2021 года это 210 миллиардов. Не исключено, что подходящий момент для такого шага настал уже сейчас, когда число пользователей iOS и Safari достигло некой критической массы, а Apple действительно может бросить вызов монополии Google. С другой стороны, компании получают выплату от Google, чтобы ее поиск был установлен на Safari по умолчанию. По некоторым данным, речь идет о 20 миллиардов долларов в год, но Apple при этом не имеет права запускать собственный сервис. И если бы этот договор был расторгнут, 1 миллиард пользователей Safari обеспечили бы Apple прочную базу для дальнейшего развития. Кроме того, США в последнее время ужесточают антимонопольное законодательство, и альтернатива Google была воспринята благосклонно. Но все эти соображения отнюдь не являются залогом успеха. Microsoft, например, не удалось значительно продвинуть ни на рынке браузеров, ни среде поиска, несмотря на то, что компания контролирует самую популярную в мире операционную систему для ПК Windows. Apple же всегда была чрезвычайно прагматичной, и от добровольного расторжения договора с Google компания должна быть уверена, что рост ее доходов от рекламы компенсирует потерянные миллиарды долларов. Наконец, есть вероятность, что основным бенефициаром инициативы будет голосовой помощник Сирии. И планы Apple не столь глобальны. Компания может разрабатывать поисковик только для того, чтобы расширить возможность ассистента и не обрабатывать общие запросы, как и делает Google. Ну что ж, ждем, друзья, поисковик от Google. От Apple, я прошу прощения. И будем им пользоваться. Ну, я, честно, пользуюсь Яндексом. Вот, собственно, и все. Поэтому я не пользуюсь Google. И навряд ли буду пользоваться Apple. Но для интереса, конечно, посмотрел. Ссылка на новость в описании. Всего доброго, всем пока. До свидания.